А если завтра они все начнут скидываться с крышки, пойдешь тоже скидываться? Ну это же очевидный вопрос. Как это ты заходишь в ресторан в маске, и потом снимаешь ее и кушаешь? Какой смысл тогда в ней заходить в этот ресторан? Как только где-то вы даже косвенно выскажите какое-то мнение, идущее в разрез с их мнением, они очень быстро по вам пройдутся. Поэтому то, что произошло с Шевченко, мне кажется, это хороший урок для самого Шевченко. Тумсо, вас без QR-кодов пускают на торговые центры или общественные места? Кстати, вот по поводу этих QR-кодов, я сейчас, побывав в Голландии и в Бельгии, впервые столкнулся с этой темой QR-кодов, когда тебя не пускают в ресторан или торговый центр без этого QR-кода, если ты не привит или у тебя нет теста. Причем к тесту относятся тоже как-то негативные. Приходится там объяснять, вот тест, они там куда-то будут звонить или кого-то спрашивать. В общем, как бы по умолчанию принято, что ты должен быть вакцинирован. Я впервые с этим столкнулся, потому что в Швеции, хвала Аллаху, вообще нет этих проблем. Здесь никто, никого не принуждает к вакцинам, никто не спрашивает никаких QR-кодов. Нет ограничений, вообще никаких нет, их полностью сняли. Если раньше в общественном транспорте рекомендовали просто быть в маске, но никто ее не носил, то сейчас даже этих рекомендаций нет. Общественный транспорт раньше, если водители были изолированы, то сейчас они полностью открыты. То есть, все, вот как мы жили до пандемии, так же мы теперь и живем в Швеции. Однако, в других странах Европы все далеко не так, гораздо сложнее. И это очень напряжно. И в Голландии и в Бельгии, во-первых, ты не можешь никуда зайти без маски. Ни в магазин, ни в кафешку, никуда. Ты должен быть в маске. И если, допустим, скажем, в какой-нибудь магазин той же Голландии, например, ты можешь зайти без контроля вакцинации, то, скажем, в ресторан ты зайти без этого контроля уже не можешь. Там тебя не посадят. Ты только на вынос можешь что-то купить. Тебя не посадят, если у тебя нет вот этого QR-кода. И выглядит это все настолько неестественно, да, вот, допустим, с этими масками. Ты пришел, ты должен зайти в этот ресторан в маске, но потом, сев за свой стол, ты снимаешь эту маску. Ну, зачем? Для чего вот это вот, вот это усложнение? Если ты все равно ее там снимешь, почему бы не запустить туда человека без этой маски? Абсурд, короче, полная ерунда. И поэтому у меня еще больше негатива появилось к этой теме вакцинации, я еще больше, как бы, стал к ней относиться как-то скептически. Потому что все слишком как-то наиграно, ну, неестественно, не логично. В Австрии с 1 февраля обязательная вакцинация. Ну, вот, австрийцы приплыли, называется. Теперь хочешь, не хочешь, будут вакцинироваться. Да, брат, напряги жесткие, очень много недовольных и такую суету наводят. Эти мусора пугают, шигают, простой народ не знают даже, что сказать насчет этого, брат. А, кстати, поэтому там были и мощные протесты, и в Голландии, и в Амстердаме, и в Бельгии, и в Брюсселе проходили столкновения даже были с полицией. Потому что народ уже достали они этими ограничениями. Вроде как все и прививаются, и маски носят, но проблема не уходит. Постоянно говорят об этом, что там еще какая-то волна, новая волна, новая волна. Да уже пустили бы это все на самотек. Тумсо, в Японии люди в масках ходят, плюс у них третья сильнейшая экономика мира, и производство, и 75% населения привито. В этом есть логика, Тумсо, японцы не идиоты. Но если мы будем рассуждать об этом, как бы отключив свой мозг, типа, все, я отключаю свой мозг, я ни о чем думать не буду, а просто буду рассуждать, вот там не идиоты, и раз они что-то делают, значит так надо. Ну, то да, тогда все-таки ты идиот, получается. Потому что тебе Всевышний дал твой мозг, чтобы ты им рассуждал, а не так, типа, вон там не идиоты. Ну, а если завтра они все начнут оттуда скидываться, там с крышки, пойдешь тоже скидываться. Ну, это же очевидный вопрос. Как это ты заходишь в ресторан в маске, и потом снимаешь ее и кушаешь? Какой смысл тогда в ней заходить в этот ресторан, если ты все равно там ее снимешь? Ну, это же просто абсурд. Ты вот проходишь несколько метров, да, там десятков метров в маске, чтобы потом ее снять. Зачем? Зайти туда без нее. Тумсу, ас-саламу алейкум. Что думаешь про конфликт Кадырова и Шевченко? Интересно твое мнение, кто дал заднее? Ва-алейкум ас-саламу ам-ра-маталлах. Мне тоже эта тема очень интересна. Я как раз хотел это сегодня прокомментировать. Шевченко вышел в эфир «Дождя» и прокомментировал эти слова Кадырова. И прокомментировал их очень грамотно, очень хорошо. Я бы поставил ему, наверное, пятерку за эти слова. Я их зачитаю. Не понимаю, почему Рамзан Кадыров обращается ко мне в таком оскорбительном тоне. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец. Вот это вот самое важное, что сказал Шевченко. Таким образом прям подколов, уколов Кадырова. Респект Шевченко. Очень, очень круто. Крутой охот. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович. И меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. Указывайте своим журналистам, что им писать и говорить. Мне указывать не надо, тем более в таком оскорбительном тоне. Я против упоминания национальности преступников. Но не потому, что какие-то депутаты это запретят, а потому, что это упоминание имеет последствия. Потому что это упоминание имеет последствия, которые журналист обязан осознавать. Лучше бы депутаты от Чечни поддержали законопроект о расследовании пыток вовсе. Ну, ответ, конечно, сильный. За вот этот вот отдельный подкол с пехотинцем здесь хочу вообще это выделить. И Шевченко, да, безусловно, конечно же, умеет отвечать. Но я здесь не могу упомянуть, не упомянуть и действия самого Шевченко. Не так давно Максим Шевченко выходил со мной в эфир два года назад, чуть больше двух лет. И в этом эфире выступал адвокатом у Кадырова, у Кадырова-старшего. Всячески респектовал и Кадырову-старшему, и младшему. И после этого у нас было еще одно включение на BBC, когда мы говорили про строительство мечети. Опять этот Шевченко говорил очень респектабельно в отношении Кадырова. И после этого, когда он в различных эфирах, его просили там как эксперта по Кавказу, да, прокомментировать какие-то действия Кадырова, заслуживающие, безусловно, критики, Максим Шевченко был очень осторожен и аккуратен в своих высказываниях. По всей видимости, Максим полагал, что такое его отношение к Кадырову и представителям его власти обезопасит его от их нападок. Но вот эта вот последняя ситуация показала, что так это не работает. С такими людьми рассчитывать на то, что я буду с вами хорошим, и вы в ответ тоже будьте со мной хорошими, это не работает. Как только где-то вы даже косвенно выскажете какое-то мнение, идущее в разрез с их мнением, они очень быстро по вам пройдутся. Поэтому то, что произошло с Шевченко, мне кажется, это хороший урок для самого Шевченко. И это такая показательная ситуация. И я думаю, я надеюсь, что Шевченко теперь будет, изменит, по крайней мере, свое отношение к этим людям, свою стратегию, даже не стратегию, а свою тактику, тактику своего поведения с ними. Возможно, это будет на благо в целом российскому обществу подобной дискуссии в СМИ. Так что, в целом, я считаю, что это тоже та ситуация, как и вот в вопросе с этой границей, когда одни сторонники российской власти спорят с другими сторонниками и ненавидят друг друга. Мне кажется, вот это тоже такая же ситуация, когда мы с вами должны со стороны просто за этим наблюдать, и ни в коем случае становиться на чью-то сторону здесь нам не стоит. Ни Шевченко в данной ситуации, ни Кадыров для нас не являются хорошими ребятами. Что те являются сторонниками этой российской власти, что эти. Просто в каких-то конкретных вопросах, касающихся национализма в России, у них происходит раскол. Они начинают друг с другом спорить. А мы с вами просто за этим должны наблюдать, со стороны.